Всем привет! Меня зовут Мария, и я преподаватель общества знаний учебного центра Максимум. Сегодня мы разберемся с такой темой, как политические партии и движения. Вы наверняка уже кое-что знаете о политических партиях. Вы слышали о разных партиях в России, например, КПРФ, ЛДПР и другие. Но действительно ли мы знаем с вами, чем занимаются эти партии? Сегодня мы разберемся с этим подробно. Когда мы говорили о субъектах политики, мы уже затрагивали этот термин. Рассмотрим понятие политических партий более подробно. В самом широком смысле партии – это группа людей. Но, безусловно, не любая группа людей будет являться партией. Давайте подумаем, члены партии, они имеют какие-то схожие взгляды или каждый сам по себе? Безусловно, членов партии должно что-то объединять, а именно схожий взгляд на образ будущего и общественное устройство. Например, члены коммунистической партии отстаивают идеи социальной справедливости. Для реализации этих идей они публично выступают за то, чтобы государство принимало законы о социальной поддержке. А представители либеральной партии объединяет идея свободы личности. Эти идеи обычно выражаются в программе партии. Тем не менее, можем ли мы назвать любую группу людей со схожими взглядами партией? Нет, не хватает какого-то формального элемента. Партия становится таковой только если есть официальная регистрация данной партии. И, наконец, главный вопрос. Какие цели преследует партия? Безусловно, целей и функций у партий много, и более того, в зависимости от идеологии они могут различаться. Тем не менее, основная цель любой партии – это борьба за власть. Чаще всего мы слышим о политических партиях именно в процессе выборов. Выборы – это инструмент, благодаря которому партия и может осуществлять свою власть. И, победив на выборах, она сможет реализовывать свои идеи. Именно борьба за власть отличает прежде всего партию от политических движений, о которых мы более подробно поговорим в конце видео. Итак, давайте резюмируем все, что мы узнали о политических партиях и составим определение. Политическая партия – это организованная группа единомышленников, которые выражают интересы определенных социальных слоев и стремятся к завоеванию власти. Это и есть ее главная цель. Как мы уже упоминали, партии бывают разные. Давайте рассмотрим классификацию политических партий. Первая классификация по отношению к власти. Здесь партии бывают правящие и оппозиционные. Правящие партии находятся у власти, то есть у них большинство мест в парламенте. Оппозиционные партии стоят особняком к официальной власти. Тем не менее, мы с вами помним, что оппозиция в демократическом политическом режиме разрешена. Какая партия является правящей в России? Единая Россия. Следующая классификация по шкале политического спектра. Здесь выделяют левые, правые и центристские партии. Почему такие названия? Чтобы это понятие легче запомнить, давайте окунемся в историю. Эти названия – левые и правые – появились во Франции времен революции на национальном собрании. Справа сидели сторонники конституционной монархии. В центре помещались умеренные сторонники республики. А слева размещались якобинцы, которые выступали за радикальные преобразования. С тех пор правыми называют тех, кто желает сохранить существующее положение – консерваторы. А левыми – тех, кто выступает за перемены, за преобразования. Это радикалы. Давайте представим себе три партии. Партия «Справедливость» выступает за радикальные реформы в экономике и внешней политике. Партия «Стабильность» выступает за господство частной собственности, но при этом за традиционные ценности. А в программе партии «Гармония» существуют элементы как программы стабильности, так и справедливости. Для левых партий, которые выступают за перемены, характерно поддерживать нововведения и реформы, а также использовать для достижения своих целей радикальные методы. В этом проявляется их нетрадиционный взгляд. Как раз-таки наша партия «Справедливость» придерживается левых ценностей. Правые партии, напротив, выступают за сохранение традиционных ценностей, частной собственности и за стабильность. Их отношение к методам радикальным, к революциям крайне негативное. И наша партия «Стабильность» как раз относится к правым партиям. Центристские партии, как вы уже догадались, представляют собой золотую середину. Они стараются примирить обе стороны и предложить компромиссный вариант. И здесь, конечно же, как пример, наша партия «Гармония». Запомните эти три названия «Стабильность», «Справедливость» и «Гармония», чтобы ассоциации помогли вам выучить данную теорию. Вернемся к нашей партии «Справедливость». В ней очень много участников, много членов партии, их работа достаточно строго регламентирована. А в партии «Гармония» не так много участников, но в ней работают только профессиональные политики, которые уже давно в этой сфере. Итак, мы переходим к последней классификации по членству в партии. В этой классификации партии делятся на кадровые и массовые. Начнем с массовых. Это партии крупные, масштабные, в них строгая система управления, контроля, жесткая дисциплина. Кроме того, достаточно важной является воспитательная функция и работа с молодежью. В нашем примере это партия «Справедливость». Из исторических примеров это коммунистическая партия Советского Союза. В данной партии была жесткая структура, дисциплина, очень четкие и понятные цели у партии. И при этом была работа с молодежью в виде пионерских организаций. Полной противоположностью являются кадровые партии. В них небольшое количество участников, нет жесткой дисциплины, свободное членство. Важным отличием является то, что в кадровые партии входят профессиональные политики, представители финансовой элиты. Такие партии активизируются обычно только накануне выборов. В нашем примере это партия «Гармония», а в современной России большинство партий являются кадровыми. Разобрались в классификации партии, теперь можем поговорить о функциях. Помимо непосредственной борьбы за власть и участия в ее формировании, партии выполняют ряд важных функций. Во-первых, выражают интересы определенных социальных групп, то есть сторонников данной партии. Представим себе партию с названием «За рабочий народ». Такая партия, очевидно, будет объединять людей рабочих, преимущественно из низшего среднего класса. И другая партия «Зеленая республика». Эта партия объединяет сторонников изменения экологической политики и законодательства в государстве и будет выражать соответствующие идеи. Безусловно, что сторонники у этих партий разные, разный электорат, и они будут отдавать голоса соответственно своим интересам. Во-вторых, именно партии готовят ценные политические кадры, которые затем будут работать в органах государственной власти. Активно социализируясь, члены партии усваивают политические нормы и правила, понимают, как строится жизнь в политической сфере и могут затем стать успешными политиками. Например, член партии «За рабочий народ» стал депутатом Госдумы. В-третьих, партии занимаются политическим воспитанием. Например, «Зеленая республика» организовала специальные мероприятия для молодежи для повышения политической грамотности. На концерте выступают различные музыканты, а помимо этого члены партии рассказывают об экологических правах, способах их защиты, устраивают экологические конкурсы и различные игры. Отлично! Мы разобрали признаки политических партий, их функции и виды. Осталось узнать, в чем же различие между политическими партиями и политическими движениями. Все достаточно просто. Политические движения не ставят своей целью борьбу за власть. Для них достаточно влиять на власть. Более того, у них нет четкой структуры, не обязательно политическая программа, и они объединяют участников с разными политическими взглядами, объединяясь для более узких целей. Например, движение «За права животных» объединило участников партии «Гармония», «Справедливость» и «Стабильность». Сегодня мы обсудили политические партии, их виды и функции. Теперь вы сможете отличать партии от политических движений, а также, когда вы будете слушать новости о выборах, вы сможете понять, что стоит за аббревиатурами и названиями партий. Тем не менее, необходимо решить несколько заданий для закрепления темы. Желаю удачи! Продолжение следует...